Росляков Сергей Николаевич как-то дал задание нескольким студентам, своим студентам, написать дипломные работы по живым художникам. Защищаться Саша должна была в Киеве, в Академии художеств. И когда она там защищалась, ей задали вопрос, а почему вы пишете дипломную работу по живому художнику? У нас тут принято писать дипломы по мертвым художникам. Ну вот такая инициатива Рослякова подарила мне этого человека, я имею ввиду Сашу, и она стала на первых порах таким единственным, главным, фундаментальным бахтоведом. Александр говорит об Александре. Самое главное, что Александр человек очень позитивный, он всегда дает на позитивный какой-то импульс. Потому что бывают моменты в моей жизни, когда я начинаю хандрить, или что-то мне не нравится, или какой-то процесс тотального погрызения происходит. По моменту происходит она говорит, Александр Викторович, вы должны ответственно относиться к вашей карме, вы должны быть очень позитивны, то есть настроитесь на правильный лад. Я ее слушаю и настраиваюсь. И всегда происходит, в общем, это к лучшему. Если говорить об Александре, это так случайно, наверное, да, но я бы поставил все-таки на первое место вот этого ангела с книжкой, с которыми она ассоциируется. Это голем, это не про нее. Это про меня в тяжелые минуты жизни. Да, то есть, а это тролль, это немножко про нее, потому что есть в ней что-то такое бесовское. Но бесовское в очень добром смысле этого слова, потому что тролли, они вообще злые существа. То есть, если говорить об Александре, то, наверное, это будет мумий-тролль. Как вы начали преподавать английский язык в университете имени Петра Могили? Ну, на самом деле, прежде чем преподавать, его нужно было выучить. Английский мне страшно был нужен по двум причинам. Во-первых, когда мы уже поступили в Академию художеств на пятый курс в Киеве, нас напугали, что у них все такие умные студенты, все знают минимум два языка. И мне нужно было бы выучить, потому что я же хотела соответствовать уровню академических студентов. А второе, это то, что я любила читать литературу жанра фэнтези. У меня любимый автор был Урсула Легуин. И лет в 16 я, когда читала роман «Волшебник земноморья», как-то почувствовала, что что-то там не то в самом романе. Теперь-то я знаю, что там, видать, был плохой перевод. Я тогда подумала, что, наверное, надо почитать это на английском языке, но я же его не знаю. И я, в общем, начала заниматься им самостоятельно. Потом я поехала по программе ОПР в Германию. Ну, я нашла там семью, которая была англоязычной. Там была Урсула Легуин на английском языке, и я начала читать. Моя первая страница прочтённой книжки Урсула Легуин, я читала её 5 часов, потому что я лазила за каждым словом в словарь. Вроде как, я думала, что я знаю английский язык. Но казалось, что художественная литература – это самое сложное, что можно прочитать на языке оригинала. И, в общем, это далось с трудом, но я человек упрямый в некоторых вещах. Я такие прочитала книжку, одну, вторую, третью. А когда переехала ещё на один год по программе ОПР в Вену, я там решила пойти и сдать сертификат. И вот у меня есть как бы кембриджский сертификат, который, ну, даётся условно на всю жизнь. Сертификат просто так не дают. Это proficiency, то есть как бы соответствует уровню знания языка образованным носителям языка. Если честно, это в жизни был самый страшный экзамен, который я когда-либо сдала. Я не знаю, наверное, защищать диссертацию не так будет страшно, как это. Во-первых, 7 часов этот экзамен длился, разные части. Во-вторых, это был какой-то фашистский режим – не двинуться, не поднять листочек, не почесаться, пока тебе не разрешили перевернуть листок. И начать заполнять эти все, ну, отвечать на вопросы. Это было ужасно страшно. И было заплачено много денег за это, евро всякие, за сам экзамен, за подготовку. И было жалко даже в этом смысле не сдать его. Но я каким-то чудом его сдала. Но возникла необходимость как-то это закрепить. Я решила поступить на второе образование. Я поступила в Черноморское государственное университет имени Петромогилы. Закончила второе образование, закончила магистратуру, поступила в аспирантуру. Закончила аспирантуру, но не дописала еще диссертацию, но уже преподаю в университете. Вот такая история. Работайте не на меня, а на аудиторию. Представьте, что вы все-таки как-то пришли и на аудиторию работаете. Вот у вас все настроены поинтс получить от преподавателя. А фан, а джой оф лайф вообще вам надо или нет? Чтобы это было интересно и классно. Как зародились кинопоказы в галерее? Благодаря инициативе Александра Викторовича Пранкевича, потому что сначала они вообще были даже не в галерее, они были в офисе у нас в галерее, это был 2005 год, было большое помещение, он однажды пришел и говорит, ой, какой хороший зал, давайте смотреть здесь кино. Потом, когда поменяли офис и стало невозможно делать там показы, автоматически они перенеслись в галерею, потому что это был такой параллельный проект. Ну, в общем, это все так было, в общем, как-то по-домашнему и немножко закрыто, это больше для своей публики, но поскольку галерея у нас такая прозрачная, публичная, люди стали замечать и просто люди с улицы заходить, спрашивают, что это у вас тут происходит. Галерея у нас очень южная, скажем так, она такая вся стеклянная, и зимой там реально высидеть очень сложно, поскольку мы показываем артхаузное кино, оно длится по 2-3 часа, другой раз, и когда в помещении даже пускай 15 градусов, просидеть вот все эти часы, ну, очень сложно. И когда, это был, по-моему, февраль, февраль 2011 года, когда я поняла, что, наверное, мы уже не можем там находиться, очень холодно, это был март 2011 года, когда мы начали показывать фильмы здесь. Какая тема в кинопоказах, как куратора ваша? Обязательно делаю подборку каких-то фильмов в программу, которая называется «Пропущенное кино». Это у нас январь-декабрь, поскольку они сокращенные месяцы, из-за праздника, мы делаем один большой показ на 6 фильмов, и показываем фильмы, которые, к сожалению, в Николаеве, по каким-то непонятным лично для меня причинам, наши кинотеатры не показали, то есть это не какие-то отъявленные блокбастеры, а что-то более-менее близкое к артхаузу, какое-то фестивальное кино, которое, например, в Одессе, или в Днепропетровске, или даже в Запорожье, где Запорожье, по-моему, даже меньше, чем Николаев город, идет, а в Николаеве почему-то нет. Вот я подбираю какие-то мониторию, что должно идти, например, в том же мультиплексе, где-то в другом месте, у нас не показали, мы это показываем здесь. И, в принципе, всегда была моей программой, но это мои уже литературоведческие интересы, это шекспировские показы, они у нас всегда в мае, это фильмы, снятые по пьесам, по произведениям, в общем-то, Уильяма Шекспира, поскольку это считается самым кинематографическим автором всех времен и народов. Изменилась публика, которая ходит на кинопоказы, с момента, когда вы транслировали арт-кино в галерее, и до настоящего времени кинопоказов в Садхане? Ну, первый вариант, вот еще пятый-шестой год, это было, в общем-то, свое, между собой, хотя, я же говорю, когда мы перебрались в галерею из офиса, как-то очень много набралось народу просто с улицы. И самое интересное, тогда к нам, это был, по-моему, май или апрель 2006 года, когда к нам пришел дядя Женя. Это совершенно удивительный персонаж, это настоящий киноман, вот тот, который, наверное, продаст последнюю рубаху, чтобы купить новый фильм. Он очень взрослый человек, но он действительно практически, если он не заболел или не куда-то уехал, что с ним бывает крайне редко, он не пропустил ни одного показа вот тогда, когда мы показывали в галерее, еще и по два раза в неделю, четверг и субботу. Не вот сейчас, но настоящий киноман, настоящий синефил, который просто вот ходит все время. Снег, дождь, цунами, дядя Женя в киноклубе. Но таких вот людей, которые совсем задвинуты на кино и ходят и смотрят, все-таки, конечно, не очень много, и публика постоянно меняется. А сама художественная галерея, она используется вами по прямому назначению? Безусловно, она используется, и, собственно говоря, в первую очередь, это, конечно же, галерея, выставочная деятельность, она очень четко выстраивается, у нас есть выставочный план на год. Мы открываемся где-то в середине сентября, когда люди уже вернулись с моря, художники вернулись со своих симпозиум, и у нас выставки идут до начала июля, опять же, когда уже снова начинает народ исчезать из Николаева, то есть, чтобы была какая-то публика, и художники были на месте. У нас каждые три недели открывается новая выставка. Мы все время открываем новые, именно многие молодые художники, которые уже вовсе и не здесь, они получили толчок в галерее. А почему вы пишете летопись о жизни и работе именно Владимира Бахтова? Моё первое образование было искусствоведческое, и когда у нас на четвертом курсе мы разбирали темы дипломных работ, у нас руководил этими всем дипломами Сергея Николаевича Раслякова, он тогда у нас преподавал в этом университете, в списке работ было написано античную тему творчества Владимира Бахтова. Вот сколько я себя так помню в нормальном уже сознательном возрасте, лет, ну, когда ты уже начинаешь что-то думать себе о мире, вот эти греки, они мне покоя не давали. Я их в художественной школе рисовала, этих греков надо мне было. И когда мы поехали, мне было 9 лет, мы поехали в гости к маминой сестре, она живет в Смоленске, у меня мама из Смоленска, в России. Она, тетя у меня архитектор, у него были всякие такие книжки по искусству, но моё внимание совершенно захватил словарь античности. Небольшая была такая книжечка, где были перечислены и описаны греческие и римские боги с картиночками, такой паршивый, помню, качество такие, овсетная печать, знаете, черно-белая, что-то там в точечку. Но тем не менее, это было что-то для меня какое-то такое откровение. И честно признаюсь, я украла у тети этот словарь. Украла, увезла в очаг, вот там вот его читала, изучала. Словаря сейчас нет, потому что тетя через пару лет приехала в гости на море и украла его назад. Вот эта вот античность, она для меня была, знаете, каким-то таковым паролевым словом к моему сознанию, что-то древние греки, античное, древний Рим, вот это все. И я уже готова идти туда и слушать. Я творчество Бахта на тот период, ну, не знала реально, потому что, ну, мы как-то еще не были так глубоко интегрированы вот в эту художественную тусовку. Все-таки мы студенты были, нас серьезно особенно никто не воспринимал, что такое вообще искусствоведение в Николаеве. Это что вообще за нонсенс? Но тем не менее, мне это очень было как-то близко, и какие-то картинки я уже видела, и видела, что вот оно что-то именно такое, как мне нравится. И потом Сергей Николаевич, Расляков познакомился с художником Бахта, мы просто пришли в мастерскую, нужно было работать с ним, задавать вопросы, как вот вы мне сейчас, по поводу творчества, дабы написать текст. И вот с того момента как-то мы начали вместе работать, сотрудничать, и, наверное, как-то я писала адекватные тексты с самого начала, потому что художник Бахта стал привлекать меня к своим проектам, ему нужен был текст сюда, текст туда, и, в общем, вот так вот это и началось. С 98-го года вся история длится, по большому счету. Я умею танцевать сальсу. В моем увлечении латиноамериканскими танцами виноват папа, потому что у меня папа, ну, такая очень специфическая личность, он работал на странных работах, ну, например, в милиции, но он был очень креативным. Вот ему хотелось танцевать, и когда вот моя семья по Советскому Союзу кочевала, вот когда мы жили в Подмосковье, он даже туда, там пошел в какую-то студию танцевальную, маму поволок, но мама чего-то там, что-то ей не понравилось, кто-то не так на нее посмотрел, что ли, что-то там была какая-то история темная, в общем, мама не захотела заниматься танцем, он еще какое-то время походил, и вот эти слова, такие слова, как «румба», «ча-ча-ча», там еще какие-то латиноамериканские, «пасадобль», вот они у меня с детства звучали, и папа что-то там пытался, помню, когда-то меня даже каким-то пару шагам научить, но уже и сам забыл, поэтому ничего из этого не вышло, но тем не менее, вот это, у меня было с детства как-то уверенность, что вот как-то надо просто человеку необходимо танцевать латиноамериканские танцы. Я слышала про сальсу, и читала что-то про нее, и знала, что это социальный танец, то есть вот когда, ну, социальные танцы, любые люди с улицы могут начать танцевать или их научить, в общем, но я не очень представляла, что это такое, как ее правильно танцевать, но на самом деле сальсодвижение Николаева, оно очень мощный толчок получило опять же в этой же галерее. Мы никак не влияли на выставочную деятельность, то есть галерея закрылась, мы приходили и танцевали уже в ней. Вчера мы позвонили, и я видела одну очень интересную картину, которую я хотела бы приобрести. Она висела здесь, ее кто-то купил. Она исчезла? Я должна срочно позвонить инспектору Сантьяго. Алло, инспектор Сантьяго? Мне очень нужна ваша помощь. У меня из галереи пропала очень ценная картина. Бонус вис, Донна Михайловна, что у вас произошло? Такое горе, инспектор Сантьяго, такое горе, пропала наша лучшая картина. Ну что там, Сантьяго? Вы что-то обнаружили? Пока нет. Ох уж это современное аргентинское искусство. З нами сьогодні була Олександра Филоненко. Молода, тендитна жінка, яка заряджає своєю енергією все та всіх навколо себе. Олександра Филоненко